Всем привет! Вы находитесь на канале TheGaming, а с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о настройках графики в Days Gone. Игра, к слову, вышла очень оптимизированной, и на моей системе Amina GTX 1080 Ti и i5-10400F игра выдаёт от 90 до 130 фпс, зависимости от сцены. Но средний фпс не опускается ниже 100, что я считаю отличным результатом. И этот фпс у меня на полных ультра настройках. А вот как же настроить в этой игре графику так, чтобы и на вашей системе было больше 60 фпс? А если у кого совсем беда, то хотя бы добиться 30 фпс. Обязательно смотрим ролик до конца. В первой части я покажу вам, как каждая настройка влияет на картинку и фпс при снижении качества её отображения в игре. А во второй части дам вам пару советов по достижению максимального фпс, комфортного фпс и чёткой картинки. Устраивайтесь поудобнее, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте свой царский лайк под этим видеороликом. Друзья, к вам небольшая просьба, помогите на канале набрать 8000 подписчиков. С новыми правилами ютуба это сделать крайне тяжело, поэтому я надеюсь на вашу поддержку в виде подписки на канал. Итак, начнём сравнение изменений некоторых параметров и как они влияют на фпс. Сразу хочу отметить, что так как у меня фпс больше 100, то я поставил масштабирование на 200. Немного проясню ситуацию за масштабирование. Многие просто думают, что если оно стоит на 100, то его нужно понижать и будет нам счастье. Но не всё так радужно, как вам кажется на первый взгляд. Итак, масштабирование в игре обозначается как масштаб визуализации. По умолчанию установлено на 100%. Если кто разбирается в технологиях Nvidia или AMD, то есть такая фишка, как DSR. Это ваше исходное разрешение рендерится до заданного вами. К примеру, у вас Full HD, а вы хотите 2к. Вы устанавливаете значение примерно на 1.5 или в нашем случае 150. А у меня установлено и вовсе на 200. А это значение равно 4к разрешению. Но оно у меня нативное, так сказать. В общем, я всё это к тому, что если у вас Full HD разрешение и вы начнёте снижать значение масштабирования меньше 100 или единицы, то у вас будет урезаться разрешение. И картинка станет просто ужасной. Да, фпс подрастёт, но эта фишка нужна, если, к примеру, у вас 4к монитор, а видеокарта, ну никак не вытягивает 4к, даже в 30 фпс. Тогда снижаем. Хотя проще поставить разрешение просто ниже. Но не суть важно. Самое главное значение масштаба визуализации меньше 100 не ставим. Далее поле зрения. В некоторых проектах поле зрения просаживает фпс. Чем выше поле зрения, тем ниже фпс. Так как на экране больше объектов. А как обстоит дело в дейсгон? Тут всё интересно. При большом поле зрения, а именно при значении 120, у нас фпс поднялся на 3.4. 48 до 51. Что очень странно. Обычно или просто не изменяется, или просаживается фпс. А тут наоборот увеличивается. А учитывая, что фпс максимально у нас чуть ниже 50, то поле зрения увеличит фпс примерно на 4%. Хотя такое увеличение можно считать как погрешность. Не более. Но кому-то такой буст будет очень полезным. Далее разберём основные настройки, которые нагружают нашу систему и влияют на картинку. Первое это освещение. Всего нам доступны 4 варианта настройки. Это максимальное, высокое, среднее и низкое качество. На максимальном значении всех настроек у нас 48 фпс. Высокие настройки нам дают буст в 12 фпс. И в игре уже комфортный для нас фпс, а именно 60. По картинке изменения, к слову, минимальные. Среднее качество вообще не рекомендую выбирать, так как картинка существенно теряет в качестве. А вот фпс остается все тем же и держится в районе 60. А вот низкие настройки дают нам качество картинки, как и на среднем качестве. Но вот фпс уже повышается до 68. Исходя из этих показателей, целесообразнее всего использовать или высокие, или низкие настройки освещения. Все зависит от вашего изначального фпс. Следующая настройка на разборе это дистанция прорисовки листвы. Здесь нам все так же доступны 4 варианта настройки. Это максимальное качество, высокое, среднее и низкое. Сразу хочу сказать, что по картинке изменения минимальны. Единственные замеры я делал в лагере. А вот на открытой местности у вас и так будет больше фпс. Поэтому данная настройка, если и даст вам прирост по фпс, то это будет всего 2 фпс. И я рекомендую снижать только до высоких, ибо остальные, кроме как снижение качества картинки, вам ничего не дадут. Поэтому рассматриваем только высокие настройки. Также еще напоминание, или уточнение даже. Данная настройка только уменьшает дистанцию отображения листвы. Но как я и сказал, на картинку повлияет в открытых местах. Но вот по фпс особого буста вы не получите. Идем дальше. Качество моделей. Вот тут все странно. Так как при уменьшении качества у нас хуже отрисовывалась трава. А именно дальние небольшие кустики. Что очень странно. Ведь сам персонаж у нас оставался достаточно детализированным. Данная настройка предполагает вновь 4 варианта настройки. Перечислять я их уже не буду. Но вот что удивительно, так это у нас вновь схожие показатели, как и с листвой. Прирост примерно 2 фпс. И ставить средние или низкие не имеет смысла. Так как на низких уже ухудшается качество отображения дальних объектов. А вот по фпс особой прибавки нет. Но вот высокие профитно ставить, ибо картинка остается такой же детализированной, как на максимальном качестве. А фпс немного прибавляется. В общем, наш выбор это высокие настройки. Следующая настройка имеет уже три параметра. Это максимальное качество, среднее и низкое. Тут все интересно. Разберем изначально качество картинки. Максимальное и среднее практически не отличаются. Очень трудно заметить отличия, только если всматриваться в тень главного героя или здания. А вот на низком качестве уже картинка теряет свою насыщенность. Тени напрочь отсутствуют, и картинка уже не такая красивая. А вот с фпс вообще непонятно. Постоянно изменяется, максимальное и среднее качество выдает вообще идентичный результат. А низкое дает прибавку в 2 фпс. Итог. Частенько фпс сравнивался. Что наводит на мысль, тени без надобности лучше не трогать. Качество тумана и облаков. Сразу скажу, настройка которая вам также не даст высокого прироста фпс. Хотя возможно из-за того, что у меня картинка и так в 4к, но по процентам примерно 4 процента, даст прирост. С другой стороны, общий показатель мне кажется будет внушающим. Но нам важно сохранить еще и качество изображения. Так что давайте разберем, что к чему. Низкие настройки сразу откидываем, так как по фпс прибавка такая же, как и на средних настройках. А вот по картинке будем страдать. На туман особо не сказывается, немного пикселизация заметна, а вот облака намного хуже качества. А вот максимальные и средние выдают практически идентичную картинку, что делает выбор очевидным. Нужны лишние кадры, ставим на средний показатель. А теперь, прежде чем сделать заключение, сравним максимальные настройки с минимальными. Еще забыл добавить, что два последних пункта мы не рассматриваем, так как по картинке изменений особо нет, как в принципе фпс. Поэтому эти настройки всегда можно оставлять на высоких показателях. Переходим к сравнению максимальных и низких настроек. Мы видим, что у нас на максимальном качестве 48 фпс, а вот на низком 96, что в два раза больше. Но сразу прослеживается снижение качества не только окружающего мира, а также сам персонаж уже не выглядит таким естественным. Хотя картинка для честноты, скажем, очень даже ничего. А кого прям очень слабый пк, то и такой графики, я думаю, будут рады. Многие, я думаю, соглашаться со мной, что в этой игре низкие настройки очень достойно выглядят. Теперь пришло время сделать вывод, и как же все-таки настраивать графику в дизгон, чтобы повысить фпс и при этом оставить качественную картинку. Если вам не хватает до заветных 60 фпс примерно 10, то можете смело понижать освещение до показателя высокое качество, и будет вам счастье. Кстати, в этой игре самый прожорливый показатель именно освещение, а вот если у вас прям вообще беда, то рекомендую все настройки, кроме двух последних, HDR мы и так не трогаем, понизить на один показатель, что даст вам прирост примерно в 20-25%. И при этом картинка останется такой же качественной, как и при ультрапоказателях. Как мы выяснили, максимальная и высокая. А если три настройки, то средние показатели по качеству практически не уступают друг другу. Но вот по фпс разница имеется. Также не забывайте, друзья, про панель управления Nvidia и фильтры собственно. А именно фильтр резкость, который без изменения каких-либо файлов уберет из игры Blur. Как-то так он называется. Это эффект мыла на нашем изображении. Первое значение ставим на 100, второе выкручиваем примерно на 75, ниже не рекомендую ставить, ибо тогда будете наблюдать зернистость, особенно на белом фоне. И таким образом, без каких-либо манипуляций с файлами, мы избавляемся от мыла насовсем. Надеюсь, мой гайд по настройкам вам поможет, друзья, так что обязательно поддержите канал вашей подпиской и вашим царским лайком. Прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий на канале. Новый видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет на канале. Всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok